Что, трудяги, всем здорово! Третий день выставки ЮКАГРА, и, конечно же, я пришел в Когнитив Агропилот, чтобы посмотреть, что такое отечественное, что такое гидравлическое, что такое ставится на Кировец, да? На два кировца уже, на пятерку и на семерку. Да. С чего начнем? С знакомства, извините. Можем познакомиться? Да. Меня зовут Айрат, работаю в компании Когнитив Пилот. Собственно, мы представляем автопилоты для тракторов и для комбайнов. Не только кировцы мы также ставим, и на РСМ-овские трактора, на МТЗ тоже ставим. В общем, автопилот, по сути, для любой техники. По комбайнам, так это вообще полностью весь модельный ряд, какие комбайны бывают, туда и поставим автопилот. Только наши. Почему? Руссильмаш, Класс, Джендир, что угодно, да. Значит, сегодня хотелось бы, первое, что-то сказать, что у нас есть новинка небольшая. То есть, кроме того, что у нас стандартный, как бы, есть автопилот, который работает точно по спутникам, ездит сам, разворачивается. Сегодня мы представляем автопилот, который работает по зрению. Не только на комбайнах, а теперь и на тракторах. То есть, в местах, где нет, скажем так, спутникового сигнала, где он там может сейчас глушиться в связи с определенными событиями. Вот, мы сделали специальный автопилот для трактора, который видит убранный, неубранный участок и может ехать с точностью, там, примерно 10-15 сантиметров. А на каких участках перебью? Вот стерня или, допустим, вот он пробрановали, потом поехали на культивацию. Он увидит след культивации? Да, и культивацию, и стерню тоже. Ну, здесь вот мы для наглядности сделали, показываем на стерне. Здесь у нас мы видим техническое зрение. Ставится у нас вот такая камера, стереорейка, то есть, левая, правая, вот, устанавливается на крышу трактора. Ну, собственно, передается на планшет управления, собственно, видео, которое обрабатывает уже наш мозг, нашего автопилота. Что тут иностранного? Тут иностранного, скажем так, 80% это отечественная техника, 20% иностранного. Угу, вот. Локализировать будете полностью? Да. Работаем на дырчах? Чтобы вообще быть не автономным. У нас производство в Томске, то есть мы практически производим все на заводе. Вот этот стенд, он у нас эмулирует работу автопилота в реальности. То есть мы здесь подмениваем... А, газулька есть. Да, газулька. Это газ, да. Ты немножко уехал, Кироис, куда-то не туда. Да, можно покататься, посмотреть. То есть мы здесь, собственно, поставили блок навигации, у нас здесь стоит. А здесь коробочки мы, собственно, подменили ему, сделали, что, ну, как будто он настоящий кировец. Ну, единственное, он, как говорили... Настоящий кировец, да. Что мы едем, потому что мы едем на большом, да. Ну, единственное, у нас здесь нет гидроблока. А остальное мы все, как бы, в минимальных масштабах все туда поставили, воткнули, чтобы показать реальную работу. То есть как включается автопилот? А вот это что такое стоит? Это камера. Камера, которая видит вот эту сцену полевую и, собственно, передает сюда. Она где будет тоже? Нет, она будет, ну, не на улице смотреть. Я, ну, на крыше, среди казины, как я смотрю. Нет, ну, пейзаж, конечно, красиво, у нас таких нету, которые вот там за полем. Ну, там горы. Ты в Ульяновске был? Самаре. Самаре. Там Самара? Жигулевские горы, поездить, посмотри. Там-то реально такие поля с такими горами. Так, все, нас заехать, надо глянуть все это. Ну, в общем, включается автопилот, собственно. Вот он видит, где участки убрано, не убрано. Вот, да, и, собственно, да. И начинает ехать сам, патруливать. В общем, мы запускаем автопилот, включаем. Ну, вот, собственно, он показывает, как он едет. Видит, вот у него это край. Бровка, да? Да, бровку. Вот. Здесь это по зрению, как бы, включаем камеру. Вот он еще видит, помимо этого, препятствия различные. Ну, так и будет, да, вилять в случае, что, но там не точно. Ну, смотрите, здесь, как бы, здесь, как бы, стерня вот такая вот неровная. Да, то есть, вот он, ее все огибает. Когда мы поедем уже с трактором, да, то есть, с орудием уже, то есть, он учитывает здесь еще и ширину орудия, и, собственно, он и поворачивает, кстати, с учетом этой ширины. То есть, если мы поставим пошире, то поворот и разворот будет тоже пошире, побольше. Ну, это все игрушки, как бы, это, да, это не то. Надо, в поле, конечно. В поле? Ну, конечно, надо. Ну, приезжай в поле. Принцип поняли, да, приедем обязательно. Приглашайте, все приедем. Ну, собственно, вот, это езда по зрению. Вот нет связи, нет спутников, нет ничего. Работает чисто процессор. Не надо никакой связи. Вот чисто вот этот экран, он все обрабатывает, ну, там, внутри. Это, получается, компьютер сам. Это компьютер, да. Вот это к нему. Глаза. Переваривает, и он едет именно поэтому. Не по связи, не по спутнику, не по мобильной никакой. Вот оно все. Да, все верно. Но погрешность будет? Ну, погрешность будет. Не такая точная. Когда у тебя спутники выключены. Ну, сеять не надо. Сей? Сейть не надо. Сеять будем в следующем году, будем и сеять по зрению. Ну, 10-15 разбег, это многовато. А когда у тебя спутник не работает, и у тебя вообще ничего нет, и ты только едешь вслепую, вот сравнивай. Почему? Маркеры есть. Маркеры? Ну, вот, мы, собственно, эти маркеры и будем делать на поле непосредственно. Это последние, там, что, 4-5 лет, это, как бы, появилось-то, раньше все так сеяли. Это мы сейчас заелись. Ну, механизаторы сейчас уже не хотят так ездить. Не хотят. Ну, сегодня, вон, приходили к нам, ну, вчера все дни приходят и говорят, как работать? Вообще работать невозможно, когда у тебя сигнала нет. Белгород это стоит. О, какие, да? Да, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пошли по облачку, скажите? По звездам. По звездам, по облачку, да, да, да. Ну, в общем, как раз вот для них мы, собственно, это и сделали. То есть здесь уже важна не столько точность, сколько возможность вообще работать. Ну, я понимаю, конечно, если широкозахватное орудие, если объемы, то, само собой, это уже то, что должно быть в современном мире все-таки для механизатора. Также у нас, кроме этого, есть карта поля, которая сохраняется. В этом году, например, ты ездил по этому полю, в следующем году точно так же можешь опять ездить. Ну, как, ну, ничего такого нового, да, то есть люди будут все это понимать. То есть интерфейс примерно одинаковый. Интерфейс, на самом деле, мы разрабатываем постоянно, значит, принимаем отзывы от клиентов, да. Например, когда мы начинали работать с Кировцем, то есть он, ну, сначала испытывал наш автопилот, то есть отправили в опытные хозяйства, которые нам давали обратную связь. Ну, собственно, вот на основе этой обратной связи мы уже меняли интерфейс, вначале улучшали наш автопилот, ну, и, собственно, и так же продолжаем получать обратную связь. Вот, и все время улучшаем. У нас, ну, постоянно происходит обновление, вот, тут появляется кнопочка обновить, нажимаешь, и, собственно, обновляется. Но обновлять надо, тут, сим-карта? Сим-карта у нас уже здесь встроена, своя. То есть, какая связь? А? Какая связь? Какая связь? Да. Или не привязан к связи? Нет, к связи не привязан. Ну, грубо говоря, где у тебя есть сигнал, связь, например. А платить за нее надо? Нет, платить не надо, все бесплатно. То есть она есть и есть, да? Да, связь. А если телефон ставить, будет работать? Сим-карта, если вынешь, ну, конечно, будет работать, аж сим-карта. И платить не надо. Можешь не платить. Вот. То есть, когда автопилот не нужен, вынимаем сим-карту, вставляем телефон и пользуемся, да? Ну, ну, трафик ограничен, понятное дело. А, блин. У нас безлимитных трафиков сейчас нет у лейператоров. А, я понял вас, да. Пройдем на Кировце, посмотрим основные модели. По моделькам, 525-я и, ну, семерка, там, разные вариации. Вы ставите на все, да? Наставим на все, да. Ну, основной упор откуда пошел? На семерках, да? Ну, изначально, да, пошел на семерках. Давайте к семеркам проползем. Добро. Понеслась. Собственно, мы сейчас в кабине К-7. У нас автопилот гидравлический, управляет непосредственно всей машиной, руль не крутится, то есть мы ставим здесь также датчик поворота руля, вот, то есть когда ты повернул руль, автопилот автоматически выключается сразу. Кроме этого, есть кнопка выключения автопилота. Вот так же она в кабине будет, да? Ну, она вот здесь сзади, да? Все, выключился автопилот. Крыша ставится, сериорейка с блоком навигации. А два глаза? А? Два глаза. Два глаза, да. Ну, и блок навигации, который у нас отвечает за, собственно, кроме того, что он видит, куда едет автопилот, трактор. Что, нравится? Да нет, простит меня, Кирвис, что-то у них опять тут. Педалька слива старая, которую мне заменили, она очень тугая, да я просто так смотрю. Серая вставочка. Здравствуйте. Нет, к вам претензий нет, я просто вот до мелочей на Кировце уже смотрю, потому что кабинка-то знакомая. Я, знаешь, чуть-чуть по секрету скажу даже. Сколько катаюсь по выставкам, ни разу не видел одинакового Кировца. Каждый Кировец со своей изюминкой. Вот в каждом какая-то та часть, которая нет в другом. Вот все по отдельности. Ну, странно, я был на заводе буквально на прошлом. Странно, я тоже думаю, что это странно. Ну, как бы, конвейер на самом деле очень крутая. Я не знаю, ты был, не был. Я был, но на конвейере. Вот комплектующий, вот тут педалька другая, да, там будет другая, там где-то какое-то изменение, там что-то туда, там, туда, там. Слушай, ну, ну, модернизируют, ну, что, могу сказать. Просто как-то вот тут, я не знаю, к чему мне закручивается, ванг, венс. К-7 мы, собственно, комплектуем уже на заводе. У завода уже идет управление скоростью, пробуксовкой, то есть следим за пробуксовкой. Автоматическая остановка перед препятствиями. Фактор видит... Там калибруете, да? Да, все на заводе калибруется. Он выезжает с линии, делает обкаточку, да, там проверяется. Да. И потом вашу обкаточку еще проходит. Да, да, проходит нашу обкатку тоже. Там у нас есть специальный полигон на заводе. Там, ну, калибруются камеры. На самом деле мы сделали все, чтобы максимально все упростить. Любую калибровку, то есть все делается на планшете. Калибровка, ну, там максимум занимает час всех этих дел. Эканизатору достаточно, то есть, включить. Автопилот включил, поставил на АБ-линию и, собственно, можно ехать. Вот. Для того, чтобы делать автоматические развороты, ему просто нужно будет объехать поле по краю, то есть сформировать карту поля, задать опять-таки АБ-линию и сам, и задать ширину полосы авторазворота. И дальше уже трактор сам будет разворачиваться, ехать. В общем, можно поворачивать влево-вправо, то есть через определенные участки и линии, то есть сколько линий нужно сделать, чтобы развернуться. А вот влево-вправо координировать можно? Разворот? Да, куда я хочу. Да, да. А, допустим, я еду вправо, развернулся, в следующий влево можно? Можно. Ну, я тебе могу показать вот на том планшете. На нашем теле. На нашем теле. Это все можно. Все можно, да. А кто обучает этому? Наши разработчики. То есть у нас... Вы на каждый кировец выезжаете, в эксплуатацию вводите? А, смотри, обучает у нас на заводе. Есть наш инженер, который, собственно, калибрует. Каждый кировец обучается, он, собственно, уже сам. То есть программа, которая постоянно обновляется. Вот, она, ну, собственно, прилетает по воздуху, грубо говоря. А, перебрались на улицу уже непосредственно. Посмотрим, что снаружи, да, вот, где ставится. Да. Вот отсюда вижу вот эти вот глазки. Они там серые, а у вас красные, да, будут в заводы идти? Они есть. Это с завода красные, вот они как раз и есть. Все как есть. Где серые, это красные? Нет, там на стенде просто серые мы видели. Красные тоже. Серые у нас просто, ну, на стенде там. На стенде, на хилл стенде, да. Это просто, да? А там будет красный цвет кировца. Да, да. А серенькие вот тут на пятерке? Ну, серенькие, это для пятерочки. Как бы, можем красные, можем серые. Не, ну, вы вообще, ну, некрасиво. Так же посправились. Справимся. Так, получается, сама вот эта верхняя. По глазам, если смотреть. Стеклышко как? Снежочек там мокрый. Стекла керамические, то есть они покрыты. Ну, если снежок, конечно, ну, залепит, залепит. Как бы, ну, прочистил. Вот. Пылесосиком прососа там и все. Ну, либо щеточкой просто. Пылесос это как вот так? Или вот так вот так? Вот так, выдал, выдал. Ну, может так, да. Нет, это редкая ситуация, на самом деле. От пыли, от пыли, ну, пыли это раз в день. Ты с утра протер и поехал. То есть все-таки протирать лучше, да? Ну, утром, конечно, надо протирать, потому что... Ну, я думаю, лучше зубы чистишь раз в день или два раза. Два, ну, вот. А тут один раз можно стеклышку почистить. Вот, ну, собственно, самок. Гидроблок у нас находится. Вот этот? Да. Это блок управления гидроблоком. А сам гидроблок, вот он здесь. А, он там, да? Да. Мы его не видим отсюда. Ну, вот его можно отсюда посмотреть. Он наш когнитивный, это блок управления им. А это просто им управляет? Да. Это электроника? Электроника. А там сам гидроблок, да. Который в коробке, там все делает, да, там что смотрит. Да, управляет скоростью и тормозит. А то, что спарочка, не спарочка, без разницы, да, как-то все нормально? Да, без разницы. Это все... Да. А ширину трактора надо задавать программе или нет? А, ширину трактора не надо? Только орудие, да. Только орудие. Прянику все двери открыты. Сейчас ключик найдем, полазим в Кировец. Куда? Там прям, 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 по-любому все равно, вот так вот. Слушай, Айрат, а масса, он как подключен к общей системе трактора? Масса выключил и у вас все выключилось? Да, да. Ничего не надо дополнить? Ничего не надо смотреть. О, видишь, он масса включил, уже автопилот включился. А тут-то процессор на базе что, Android, не Android, что это? На базе Android, да, да. Все Android, да? А фильмец можно глянуть, если что? Можно, можно. А разделить экран можно? Разделить экран нет, нельзя. Так, исправьте. Камеры работают. Да? Да. Забыл, где это, знаешь, что? Знаешь, что я хочу сделать? Опа! Здорово, мужики. Испугался. Я так брата шарахаю. Так, ну я понял, трактор не готов, он все потом поймет, что нужно, да? Да. Ну смотри, вот, кстати, кнопочка автопилота. Про которую я говорил. Ух, ни хрена, вы ее поставили, какая жесткая. То есть, если что, стоять. Выключил. Назад, да? Вот так вот ее раз, и он сейчас масса включится и появится, да? А камера зачем сюда? Чисто для галочки, чтобы было? Ну, Android, это как бы следующий шаг, что мы будем определять. Мудрит водитель на дорогу, не смотрит на дорогу. А если не смотрит. Ну, а если вот, допустим, вот так вот. Ну, если он заснул, как бы, это следующий тоже этап, что он не будет ему включать, сигнализировать. Ну, это надо, как-то, подойти так более-менее, потому что, ну, вдруг он отвернулся, вот так долго смотрит, да? Да, назад. Угу, согласен. Или что-то еще, или он просто вот. Ну, он как бы, навсегда, по идее, назад-то смотрит. Да, поглядываю. То есть, какая пауза должна быть, да? Да, это в процессе разработки. Сейчас он сам загрузится. Это ваша программа, да? Да, это, то есть, а вы, он должны, где? Где в этом, перебивая опять, это, как это? Google Play, да? Нет, программа сама установлена. Смотри, о чем я говорил. Оля, какая педалька слива. Вот не любят кировцы делать одно и то же. Молодцы. Ну, это уже, как бы, наш автопилот. И здесь все другое. То есть, коробка передач своя, автомат, как бы, более такой продвинутый, разработан именно для того, чтобы автопилот работал плавно, выключался, тормозил, притормаживал, чтобы не было... Вы педаль слива-другой делаете? Видимо, да, потому что она идет с коробкой передач. Ну, главное, кировцы. Ну, дальше тут все знакомо. Больше ничего не внедряется, как бы, вот, есть, есть. Да, да, да. Ну, вот. Подводя итоги... Здесь еще, как бы, есть еще дырка на крыше дополнительно, которая идет для вот наших вот этих вот проводов. Вы сверлите? Ну, в заводе. Ну, заводе там высверливается, да. То есть, подводя итог, что мы имеем? Отечественного производителя, который ставит автопилот на отечественном тракторе, прямиком с завода, с гарантией, с испытаниями, все официально. Да. То есть, выходит трактор, проходит с обкаточку, потом ваши специалисты делают обкатку, калибровку трактора. Да, все верно. Вот с этим. И уже откалиброванное все готовое для механизатора поступает в хозяйство. Точно. Ну, все, какие вопросы. А в случае обслуживания кто приезжает? Ваши специалисты? У нас есть дилеры. Вот, например, здесь у нас мы находимся в Краснодарском крае. Дилер Стартек. У них обученные специалисты, которых мы с вами обучили. Они могут приехать. Дилеров нет. Приезжают наши инженеры. То есть, у нас широкорегиональные сети, опять-таки. Ну, в общем, проблем нет. И плюс еще, в чем у нас плюс. То есть, у нас есть онлайн-техническая поддержка. То есть, можно позвонить, всегда связаться. И могут в онлайне, ну, например, если связь, интернет есть, мы можем онлайн подключиться, проверить, что не так. Главное, чтобы он работал. Ну, да. Если вот, ну, как бы, автопилот включен, механизатор или владелец хозяйства говорит, что-то я тут не понял, что. Может всегда позвонить на горячую линию. И решить вопрос. У нас разосуточная поддержка, да. То есть, ну, сам понимаешь, что страна большая. Вот. Поэтому всегда на связи. Можем всегда оперативно ответить, поддержать, помочь. Что-то там не так. Залезть в любой регион. Все, Россия вся. Вся Россия, да. Куда поставляется Кировец, туда поставляется Сюль. Вот о чем я говорил. Кстати, вот этот вот рычажок я, когда тот раз перепутал и крутил его в другую сторону. Думаю, почему это, говорит, ты не откручиваешься. То есть, откручивается обычно туда. А тут другая резьба, левая. А я сидел, пыхтел, пыхтел, пыхтел. Ладно, Айра, спасибо за диалог. Будем рады видеть уже в полях. Приглашайте, посмотрим, как уже в движении с механизатором уже непосредственно какое-нибудь хозяйство, который уже испытал его. Обязательно. Кто прям вот сновья пришел. Вот он на него сел. Как он это внедрился, как он это обучился, какие проблемы были, какие, что, я думаю, это будет актуально. Есть телеграм-канал, Агропилот новости называется. Ну, это как бы ваше. Ну, да, наше. Но мы там регулярно делаем различные вебинары с владельцами хозяйств, вот, на которых, собственно, можно спросить, ну, реальных фермеров, как они ездят на тракторах, на комбайнах тех же самых, как они, собственно, внедряли, что делают. Ну, когда приедет пряник и непосредственно спросит своими словами, как умеет, да, это будет выглядеть намного эффектнее. Это будет интереснее, конечно. Докопаться до чего-нибудь. Договорились. Все, спасибо за дело.